здравие и процветание речь пойдет о сериале доктор кто 13 сезон серии с 1 по 7 на проблемы этого сезона этих серий они начались еще предыдущих сезонах они начались с того когда был пересмотрен оригин пересмотрено происхождение самого доктора когда теперь вместо обычного галифрейца обычного повелителя времени он стал чуть ли не божеством из другой вселенной на основе которого все галифрейцы и получили собственно регенерацию и другие способности вообще на самом деле это разрушает то что разрушает изничтожает важность того что происходило в других сезонах когда у доктора например заканчивались регенерации и галифрейца ему как бы дали заряд на новый цикл регенерации как бы если по вот этим новым изменением то создается как бы впечатление что ему и не нужен был новый заряд что отличие от нормальных галифрейцев он как изначальный прототип вообще этой всей регенерации мог бы регенерировать и сам и вообще непонятно чего еще другого может и умеет в отличие от галифрейцев которые становятся всего лишь жалкими копиями способностей доктора тогда и мастер совершенно по-другому уже воспринимается и вообще все то что происходило в сериале самой главной наверное важностью и ценностью персонажа доктор было как раз то что он обычный галифрейц по своему телу но не обычный по своему разуму и интересно такой же как другие галифрейцы может быть даже уступает многим из них но разумом он сделал выбор путешествовать по вселенной и помогать другим народам что-то исследовать останавливать каких-то злодеев и так далее и именно в этом уникальность доктора не в его уникальном каком-то происхождении из другой вселенной а именно в его уникальном выборе его уникальном решении и решимости следовать этому выбору несмотря на то что ему и галифрейцы мешали и всякие там враги постоянно вылазили и мешали и так далее и так далее и так далее то что доктор спасал и собственную планету галифрей и по сути дела с ним считался и президент галифрея и верховный совет галифрея и они его боялись и чуть ли не целые союзы космических цивилизаций в разные времена против доктора заключали те или иные сговоры и по старому бэку это все выглядело как величие самого доктора величие его позиции величие его правильности и так далее а сейчас становится понятно да это какое-то странное постоянно регенерирующее существо из другой вселенной поэтому неудивительно что и галифрейцы так к нему относились неудивительно что и другие цивилизации его боялись вообще в евангелии есть такой момент когда иисус изгнал демонов из одного одержимого то демоны начали провозглашать факт того что иисус является сыном божиим и иисус не знал как их остановить чтобы они особо народу это не рассказывали поскольку иисус как раз хотел евреям продемонстрировать что каждый человек по идее может развиться до такого же уровня как он сам а факт того что иисус является сыном божиим несколько нарушал планы иисуса его проповедническую тактику понятно что сериал доктор кто основанный на просто вымышленном персонаже с одной стороны с другой стороны и тут данный принцип поначалу хорошо работал поначалу ночью просто обычный галифрейц физически обычный разумом совершенно другой превосходящий и галифрейцев и далеков и кибер людей и санторанцев и силурианцев и кучу других всяко разных и отдельных раз и наций и цивилизаций и союзов как то же самую тишину и всякие другие нюансы которые возникали в разных сезонах сериала доктор кто внесение дополнительной инфраструктуры информации с приемной матерью доктора внесение дополнительной информации с дивизионом из фактом того что доктор как бы вообще чуть ли не божественное существо из другой вселенной это портит старую картину вообще на которой строился сериал очень сильно портит и таким путем уже не выглядит что главная особенность доктора его выборе в правильности этого выбора а главная особенность доктора просто в том что он с другой вселенной вот он в данном в данных сезонах она но все равно как бы это разные регенерации неважно в целом персонаж все равно называется доктор получается особенность доктора исключительно в том что он с другой вселенной и все и больше ни в чем и на основании доктора разработаны самими галифрейцами все технологии по регенерации приемная мать доктора стала основательницей дивизиона дивизион в принципе имеет какую-то логичность но и тут все плохо да логично предположить что спецслужба которая находится в том или ином государстве в данном случае в планетарном государстве галифрея спецслужба которая там как бы является основной она имеет полномочия и технологии которые выходят далеко за пределы как бы возможности гражданского правительства и естественно рядовых галифрейцев как пример ну поймите что доступно сейчас к примеру центральному разведывательному управлению или каким-то еще более секретным разведслужбам соединенных штатов а что доступно обычным каким-то мэром президентом обычным жителям соединенных штатов до типа президент соединенных штатов он становится и главой всех разведывательных штук но все равно там могут быть разные глубинные структуры которые очень слабо подконтрольны президенту которые очень хорошо затерялись во всех других организациях и на которых практически президент не имеет никакого влияния если говорить о советском союзе и российской федерации также сама гражданское правительство советского союза оказалось слабым она развалила советский союз возможности рядовых граждан советского союза также были минимальными но потом спецслужбы привели к власти владимира путина и естественно понятно что возможности российских спецслужб и по разным спецоперациям которые они проводят других странах и так далее они намного превосходят возможности как основной армии так и других гражданских и военных структур самой страны ну и в англии то же самое и в израиле и так далее и так далее поэтому конце сама в принципе концепция дивизиона не настолько уж и бредово как могло бы показаться сравните с тем же земным юнитом или торчудом которые были представлены или в предыдущих сезонах сериала доктор кто и в отдельном сериале про торчу то есть бывает такое спецслужбы имеют самую передовую технику самые передовые разработки самые передовые знания и как бы они то должны в принципе работать на основное правительство но часто они имеют такие возможности посредством которых они могут свергать и назначать это самое правительство и тут остается надеяться исключительно на их добросовестность в контексте этого становится в принципе то с одной стороны понятно почему но это как бы является дополнительной причиной почему правительство галифрея так странно относилась к доктору ведь они знали что он и стал прототипом их регенерации и его приемная мать начальница такой сверх могущественной организации но с другой стороны в контексте этого становится непонятно почему они многократно доктора изгоняли на приговаривали к разным наказаниям то отбирали у него какие-то возможности то наоборот что-то там было на протяжении старого сериала и даже на протяжении нового сериала как бы с одной стороны правительство галифрея и опасалась доктора но такое впечатление ну как бы да тогда еще не придумали сценаристы всю эту историю с приемной матерью поэтому соответственно игорь и фрейд тогда не знали что им нужно опасаться еще приемную мать доктора которая в случае чего может их наказать если они с доктором как-то странно поведут себя ну и дальше сама это супер секретная организация на которую работают чуть ли не все расы вселенной там и плачущие ангелы и всякие другие но с плачущими ангелами тут еще хуже что они кто они такое тут не раскрыли наоборот вопрос только сильнее запутали также с собакообразными огромными щенятами которые называются лупари тоже все странно если присмотреться к дизайну корабля самих вот этих лупари и присмотреться к их дизайну одежды дизайну оружия параллельно присмотреться к дизайну галифрейцев становится понятно что у них какое-то очень сильное сходство с другой стороны в лупаре явное присутствует заказ и под японию вся эта военная чуть ли не около самурайская тематика в контексте которой подается сам первый представитель этой цивилизации и готовность цена пожертвования все такое то есть что дивизион технологии галифрейцев насадила вот этим щенятообразным тоже инопланетян тогда почему у этих щенятообразных инопланетян какая-то странная связь с жителями именно земли как так получилось что ещё не этих лупари такое же количество у них такое же количество кораблей как и жителей земли то есть это как у лупари там и у стариков и у детей есть свои корабли и они придут забирать с собой и человеческих стариков и человеческих детей и младенцев младенец лупари Придет за младенцем Человеком, так что ли? Или как? Вот этот сюжет Если не вдумываться То Нормально Если попытаться представить логику Данного сюжета Все плохо Дальше Сам вот этот дивизион Да, на него типа когда-то Работали некоторые лупари Ну что это значит Для вселенной доктора Для сюжета Что все лупари когда-то Работали на дивизион Или не все Откуда у них галифрейские дизайны Галифрейские технологии Или они изначально должны были Защищать галифрейцев И являются их каким-то Неудачным проектом Ну если пытаться внести логику В сериал я бы именно так И попытался это объяснить Что это Какой-то проект Дивизиона Потому что Чтобы создать Дополнительных каких-то Друзей охранников Для самих галифрейцев А ввиду отсутствия галифрейцев Они как-то переключились На людей Но в сериале Это никак не объяснено Значит Логика Хромает И уже вообще Передвигается Не на ногах А наверное На носу Танцует Дальше Дивизион Огромная организация Которой подвластна Вся вселенная На практике Показана Пенсионерка Рядом с которой Ее персональный слуга И по сути дела Ее Механизм Вокруг которого Она ходит Напоминает Внутренний механизм Управления Тардис То есть Создается впечатление Что у нее Это такая же Тардис Пусть и более Навороченная И что И в чем Величие Дивизиона Показали бы Хотя бы Тысячи Каких-то там Человек Там Инопланетян Слизняков Каких-то Я не знаю Бабочек Сороконожек Которые там Делают Какую-то Работу Ну нет Просто Одна Пенсионерка Ее Слуга И все И пенсионерка Захотела Доктора Как бы Извлечь Из вселенной И ради Этого Решила Уничтожить Вселенную Ну это Наверное Была Минута Молчания По сюжету Сериала Он Он погиб В страшных Муках А чем Вселенная Уничтожается Двумя Какими-то Обстриженными Дикобразами Которым Крыво Пообрезали Их Иголки И которые И которые Испускают Какой-то Не то Газ Не то Вообще Непонятно Что И вот Эту Уничтожает Всю Вселенную Вторая Минута Минута Молчания Похороним Сериал И Помянем Дальше Еще Водится Такая Фиговина Как Пассажир Некая Антропоморфная Форма В которой Внутри Находится Чуть ли не Целая Вселенная И туда Можно Засунуть Миллиарды Людей И Непонятно Еще Сколько И каких Объектов Чья Эта Технология Галифрейцев Почему Она Раньше Не была Показывана Эта Технология Возможно Превосходит Технологию Тардис Хоть В принципе Они В чем-то Одинаковые И в том И в том Случае Речь Идет О Практически Безграничном Пространстве Внутри При Достаточно Компактных Размерах Снаружи Не знаю Возможно Все-таки В пассажире Пространство Внутреннего Больше За счет Этого Он Выигрывает А в Тардис Как бы Возможность Путешествовать Во времени Но По сути Дело Пассажир В конце Поглощает Весь Радиоактивный Пердеж Этих Самых Обстриженных Обстриженных Дикообразов Кто это Что это За Дикообразов Да В начале Серии Показано Сидит Такой Дикообраз И его Охранники Говорят О Он Тут Сначала Вообще Всего Мироздания Да Потом В других Сериях Показали Когда-то Эти Дикообразы Уже Пытались Взять Под контроль Храм Храм Атропус На Планете Время Было бы Неплохо Книгу Писать К каждой Серии Чтобы Как-то Это Все Объяснить Отпоем И похороним Сериал Еще Как Функционируют Мойры Как Функционируют Храм Атропус Что Это Залетающие Треугольники Ну Вот Уже Все Что Могли Попробовали Мало Того Что Далеки Не то Перечницы Не то Наперстки Которые Которыми Пугают Людей Уже Много Десятилетий В этом Сериале И Как бы Поначалу Может И Интересный Ход Но Когда Этих Далеков Вот Постоянно Вспоминают Это Уже Не смешно Это Уже Не Интересно Кибер Люди Тоже Как бы Не Развиваются В сериале Небольшой Интересный Виток Развития Когда Мастер Преобразовал Галифрейцев В кибер Людей И Вот Если бы Таких Кибер Людей Запустить По вселенной Вот Это Это Было Бы Нечто Но Как бы Кибер Людей Что Обычных Что Тех Постоянно Уничтожают Но Вот Только Улучшенных Кибер Людей Скорее Всего Мы В сериале Больше Уже Не Увидим А Стандартные Живы Здоровы Как Ленин Всегда Живой Всегда Готовы К Труду И Обороне Прыжки Медиума Он Путешествует В Прошлое И Все И В конце Он Погибает Ладно Еще Есть Несколько Вообще Ненужных Персонажей Которые Тоже Есть Просто Для Количества Ладно А Вот Эти Недообстриженные Дикобразы Которые То Хотят Освободить Время То Время Еще Не Освобождено То Время Их Жи Уничтожает Что Кто Ну Типа С одной Стороны В этом Есть Какая Это Логика Все Таки Галифрейцы По крайней мере Часть Галифрейцев Называются Повелителями Времени Поэтому Можно Предположить Что Дивизион Когда-то Во главе С доктором И Вот Этой Такси Юн Когда-то Они Поймали Само Время Только Тут Время Вполне Антропоморфно И Имеет Свой Разум Они Вот Это Время Поймали Избили Не знаю Возможно Надругались И Покалечили Как-то И Заключили На планете Время Создав Храм Чтобы Какие Жрицы Там Как-то Это Время Через Что-то Пропускали Как-то Контролировали И Еще Что Облетали Треугольники Которые По сути Дела Незачем И Санторанцы Конечно Санторанцы Хотят Всех Победить Всех Поработить Всех Победить Всех Поработить Хорошо Притом Вообще-то Санторанцев Тоже Как бы Уничтожили Но Под конец Как бы Не уничтожили Эх А вот Таксиум Скорее всего Уничтожили Так с концами Потому Что Навряд ли Сценаристы Придумают Что с ней Делать Так Чтобы Не Загробить Сюжет Сериала До Конца И Дивизион Скорее всего Загробили С концами Ну Тоже А что С ним Еще Делать При том Что Показан Дивизион Такая Супер Могущественная Организация Которая Контролирует Без Преувеличения Всю Вселенную Которая Находится За пределами Вселенной И имеет Свои виды Даже на Соседние Вселенные Все Это Это Супер Могущественнейшая Организация На которую По логике Вещей Должны Работать Если не Миллиарды То десятки Миллиардов Разнообразных Живых Существ И Никто Не мог Предугадать Что Плохо Обстриженные Дикобразы Заберутся Туда И победят Тактиюн У нее Не было Никакого Не знаю Оружия Щитов Защиты Там Дополнительных Регенераций Чего-нибудь Охраны Чего-нибудь Я не знаю Тут В реальном мире Какого-нибудь Мэра Какого-нибудь Деревни И то Лучше Охраняют Чем Супер Правительницу Вселенной По этому Сериалу Ну и главное Под конец Пророчества Которые доктор Получил От самого Времени Враги доктора Собираются И повелитель Этих врагов Тоже Точит Зуб Кто Повелитель Врагов Доктор Кто Мастер Врагов Кто Мастер Ну понятно Видимо Мастер Все-таки Там Тоже Никак Подохнуть Не может Но вот Только Если Про доктора Это можно Объяснить Что Ну доктор Необычный Игорь Фрейд Все дела Все такое А с мастером Что не так Мастер Уже и так Погибал И так И этак И как уже Только не погибал Отстали бы Уже от несчастного Многострадального Трупа И дали бы ему Спокойно Уже исчезнуть Уже бы Тактиюм Пытались с ней Что-то сделать Другого Повелителя Времени Или давайте Делайте мастера Тоже пришельцем Из той же Вселенной Из которой И доктор Или как Ну то есть Как Ну поскольку Мастер Классический Злодей Классические Злодеи Санторанцы Классические Злодеи Далеки Классические Злодеи Киберлюди Все вот они Классические Злодеи Будут из серии В серию Воскресать А какие-то По-настоящему Интересные Сюжеты Которые Вводятся Просто Ради Ничего Их Ввели И так же Забросят И так же Забудут Как это было Сделано В куче Других Предыдущих Сезонов И в седьмой Серии Появляются Далеки Которые Хотят Выследить Доктора И мстя Их Будет Страшна Но Не знаю Не знаю Сериал Как по мне Не просто Скатился А сериал В принципе Потерял Главную Свою Суть Главную Особенность Вообще Персонажа Доктор И при том Что Джуди Витакер Нормально Играет Старается И Много Других Интересных Каких-то Моментов Которые Можно Было Как-то Развить Но Сценаристы Решили Похоронить Сериал И Полностью Превратить В какой-то Бред Раньше Ну В принципе Там Много Было И нелогичных И всяких Других Штук И Много Было Каких-то Нюансов Тоже Когда Создавались Чудли Не Космические Империи Церкви Которые Предназначались Исключительно Для Противодействия Доктору Которые Создали Риверсунг Которые Там Кучу Других Всяких Штук Понаделывали Но Как сказать Там По крайней мере С ними Более-менее Их Как-то Описывали Их Как-то Потом Постепенно Побеждали По чуть-чуть И Лучше Наверное Какую-то Итерацию Тех Старых Врагов Попытались Реанимировать В новом Сезоне Чем Придумывали Этот Дивизион И Все Вот Эту Историю По большому счету Наверное Интереснее Было бы Даже Если Вы Показали Как Вот А чернокожая Актриса Играющая Доктора И Джуди Витакер Вместе Докторствуют Летают По вселенной Или Параллельно Или Как Они Конфликтуют Или Еще Что Нибудь А Так Все Уныло Все Все Плохо Есть ли Шансы Что Сценаристы Как-то Реабилитируются Во второй Половине Сезона Кто Его Знает По идее Интересных Моментов Множество Которые Можно Было Бы Как-то Интересно Развить Но В Прошлом Сезоне Поднимали Тему С Мастером И Эту Тему Как Подняли Так И Уничтожили Потом Опять Живни Что Так Скорее Всего И Тут По Сути Дело Сейчас Сценаристы Доктора Стараются Не Лучше Чем Сценаристы Какого-то Там Флэша Или Других Седоблянских Сериалов При При том Что Это Совершенно Разные Уровни И Вселенной Доктора Куча Разных Сюжетов Которые Можно Было Быть Развивать Доразвивать И Вообще Кучу Разных Сериалов Параллельно Снимать Это Было Бы Интереснее Если Качественно Это Дело Чем То Что У Седоблянцев С Их Дестишными Персонажами Всякими Но Пока Сериал В Каком-то Таком Странном Состоянии Ждем Другие Серии Рекомендую Посмотреть Мои Осмысления О сериале Ведьмак О Матрице О Человеке Пауке И О Насущной Ситуации Вообще Нашей Планете